В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курман-Байрам. С одним из главных религиозных праздников жителей Карачаева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот светлый праздник на протяжении столетий объединяет людей в стремлении к духовному совершенствованию, возвращению к истокам, напоминающим о неприходящих ценностях, милосердии, преданности, искренности и добросердечности. В нашей многонациональной республике, где живут представители разных народов и конфессий, эти ценности являются залогом благополучия, единства, взаимоуважения и стабильности. Курман-Байрам также знаменует собой окончание хаджа, паломничество мусульман по святым местам. Искренне поздравляем всех наших земляков, которым посчастливилось пройти этот путь, посетить священные города Мекку и Медину и выполнить долг верующего мусульманина. Пусть этот праздник принесет в каждый дом нашей республики радость и счастье. Пусть в каждой семье царят согласие, любовь и тепло. И сегодня во всех мечетях Карачаева-Черкесии в эти минуты и проходит праздничное богослужение. С утра люди в нарядной одежде направляются туда, чтобы послушать проповедь имама об истории праздника и совершить коллективный намаз. Курман-Байрам или же праздник жертвоприношения – один из главных торжеств в исламе, напоминающий верующим о милосердии Всевышнего. Он отмечается мусульманами через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. Более 350 жителей Карачаева-Черкесии совершили хадж в этом году. По религиозному предписанию в этот день нужно резать барана, либо быка, или верблюда и раздать малоймущим. Жертвенное животное должно быть без изъянов. Также в этот день принято ходить в гости с подарками и готовить угощения. К другим темам. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаевой-Черкесии совместно с Общественным советом при ведомстве провели профилактическую акцию «Чистый лист». В ней приняли участие волонтеры молодой гвардии. На улице Первомайской расположили маркерные доски с чистым листом бумаги, на котором каждый проходящий мог выразить свое отношение к незаконному обороту наркотиков и проблеме наркомании в целом. В акции участвовало большое количество неравнодушных граждан всех возрастов. Каждый из них, кроме своего мнения, оставил автограф в знак того, что дает обещание никогда не употреблять наркотики вне медицинских целях, выступать против их нелегального производства и распространения. Цель организаторов была достигнута. Это формирование негативного отношения к употреблению адского зелья, воспитание здорового жизненного стиля, «Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». Сегодня мы проводим акцию под названием «Чистый лист», чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Люди оставляют на листах чистых, на которые мы подготовили, свои пожелания о своем образе жизни, о своем отношении к наркотикам. В связи с чем, сегодня Управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно с активистами молодой гвардии «Единой России» при участии общественного совета была проведена антинаркотическая акция под названием «Чистый лист». Цель этой акции – осведомить население о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, особенно на молодой организм, именно привлечь молодежь к данной проблеме. Любой проходящий мог расписаться в этом листе, оставив свою подпись, тем самым дать слово бороться вместе с нами с наркопреступностью. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Сегодня смотрите трансляцию из Московской соборной мечети с празднования Курман-Байрам. А в 14.30 вести Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего праздничного дня и встретимся завтра. Курман-Байрам. 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 «Россия»